А вот житель ВЫКСы, также пытаясь утихомирить шумных детей, начал стрелять по ним из винтовки. Напомню, в апреле этого года житель ВЫКСы из окна своей квартиры открыл огонь погулявшим на улице детям. По материалам дела Александр Смолин начал стрелять из винтовки по детям, которые бегали среди гаражей. 12-летнего Егора Бардина ранило в руку. Александр Смолин сегодня пристал перед судом, а его жертва до сих пор не может забыть произошедшее. Это у него шрам. От пули. Он руку не поднимал, она у него болела. То есть он как бы вот так вот ее держал. Когда он ее шевелил, она как бы это, ну давала себе знать-то вообще-то. Скажите, пожалуйста, вы по детям зачем стрелять? Поведение свое объясните, пожалуйста. Его кто трогал на четвертом этаже в доме? А дети на земле внизу бегали и играли. Нет, мы не шумели. Просто залезли на гараж и были там. Пусть даже по гаражам. Это не дает права стрелять в детей. Дети все шумят. Они у него ни в доме, ни в квартире шумели. А на улице как дети могут играть и шуметь, и кричать, и петь, и бегать. Они дети. Вы сейчас сожалеете о своем поступке? Дети не знали. Все люди разные в неадекватном состоянии. Вот. Ну то, что потом прятать винтовку. И как бы я не я, и хата не моя. И на... Когда я приезжала в телевидение, я не говорил, что это вы что, ребята, это не я. Я такой весь хороший и честный. И люблю птичек, и подкармливаю. А вы, говорит, в ребенка стрелять. Нет. Он сознался на 155-й раз. Вообще он напуган. Вот. До сих пор спрашивает, почему же с ним так все произошло. Почему же вообще в него этот человек выстрелил. Я боюсь на то место идти. Просто... А так... Опасаюсь чего-нибудь. Я бы, наверное, прямо здесь вот на колени впала и просила попрощения. Тут даже со стороны, вот наблюдая за ним, я даже не вижу ни то, что раскаяние. А как будто он транзитом вошел сюда и присел. Кстати, судит Александра Смолина за хулиганство. То есть грубое нарушение общественного порядка с применением оружия. Если его признают виновным, то максимальное наказание, которое ему грозит, это пять лет лишения свободы.